Глава тридцать восьмая книги пророка Исаии В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря, О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, пойди и скажи Езекии, так, говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город этот, и защищу город этот, и вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Езекии царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Я сказал в себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль. Как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, Бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, Ни не сшедшую в могилу уповают на истину твою, Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей Со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исайя, пусть принесут пласт смокв, И обложат ими нарыв, и он выздоровит. А языкия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень.